Кроншнеп Каждое болото удивительный организм. Как и все живое на земле, оно дышит. Но как? Болото поглощает углекислый газ и постоянно выделяет кислород. Килограммы, тонны чистого кислорода. Именно этим воздухом дышат насекомые, птицы, звери. Дышим и мы, люди. Болотные травы и мхи – работяги. Немного мест на земле, где так мощно растут растения. Рост – сокровенное свойство живого. Растут все. Растем и мы с вами. Растет и болото. Но по своим законам. Болот растет вверх со скоростью примерно 1 мм в год. У него достаточно времени. Спешить ему не пристало. Один метр торфа за каждые тысячу лет жизни. Торфяник – природное тело, созданное самим временем. В нем дни, года, века. В нем травы и деревья, птицы и звери. В нем история и энергия земли. Только один метр моей землицы. За каждые тысячу годов болотных життя. Медведь – царь зверей в Европе. Нет здесь его сильней. Вернее, не было до появления человека. Теперь попробуй найди у Витька Солапова. Места, где живут медведи, осталось очень мало. В Западной Европе это горные районы, Пиренеи, Альпы, Карпаты. В Беларуси большинство медведей живет на севере республики. Там, где еще сохранились уникальные по своим размерам болотные массивы. Под лапами медвежат необычная почва, а слой органического вещества – торфа. Толщиной в 10 метров и даже больше. Именно на этой торфяной подушке живут обитатели болот. Условия здесь не самые лучшие. Много воды, почти нет кислорода и минеральных солей. Неудивительно, что выживают здесь не всякие растения. В первую очередь это сфагновые мхи. Именно они образуют сплошной болотный ковер, по которому так тяжело ходить. Засасывает. А из деревьев здесь может расти только сосна. Но медвежатам не привыкать. Болото для них – родной дом. Здесь есть все, что нужно для счастливого детства. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok